Всем привет дорогие друзья! Сегодня я хочу показать вам рецепт немецкого печенья. Оно очень вкусное и очень нежное, очень легкое, прям тает во рту. И рецепт его называется собственно снежинки. Я его решила делать сверху со снежинками и вот такими вот рюшиками, потому что оно очень замечательно держит сверху рисунок. Также этот рецепт подойдет, если у вас есть вот такой вот пресс для печенья. Рецепт очень прост и делается элементарно просто. Для начала я слегка в микроволновке подтопила сливочное масло. Добавляю сюда немножко ванильного сахара, один желток и сразу же добавляю сюда сгущенку. Сгущенка, как вы видите, белая, жидкая. Я делаю на пол порции, этого вполне достаточно. Теперь отвешиваю сюда крахмал. В оригинальном немецком рецепте у них полностью только один крахмал. Они не используют в этом рецепте муку. Но мне этот рецепт не совсем нравится, потому что немножко чувствуется вязкость. Я бы сказала, как хурму ешь. Мне не очень это нравится, поэтому я большую часть крахмала заменила на муку. А крахмалом просто придаю именно такую хрустящесть и легкость этому печенью. Все это хорошенечко перемешиваю. Также сюда буду добавлять муку просеянную и чуть-чуть разрыхлителя. Разрыхлитель в этом рецепте не принципиален, его можно не добавлять. Я буквально буду добавлять всего лишь один, может два грамма. Буквально чуть-чуть. Если вы добавите много, у вас сверху рисунок немножечко смажется. Просто для вот такой вот большей легкости. Чуть-чуть добавила. Если у вас его нету, не добавляйте, ничего страшного не произойдет. И замешиваем. Вначале вам покажется, что масса немножечко суховата, потому что это именно из-за крахмала. Но когда это все хорошо перемешается, получается вот такое вот легкое тесто. Очень однородное, мягкое. Его нужно будет отправить в холодильник минимум на полчаса, а то и на час. Оно чуть-чуть станет у вас плотнее, масло схватится. И катайте с него шарики размером, как вы хотите, чтобы были у вас печеньки. Теперь возьмем текстуру, которую мы будем для них использовать. У меня это будут вот такие вот плунжеры-снежинки. Можно использовать все, что угодно. Все, что у вас имеет текстуру. Посмотрите, какая милота получается. Такая вот снежинка. Также можно использовать любые коврики, которые у вас с текстурами. И пластиковые, и силиконовые. У меня вот такой вот силиконовый коврик еще. Прижимаю. И отклеиваю. Посмотрите, как это красиво. И главное, что весь этот рисунок не смажется после выпечки. Мне прям очень нравится вот такой вот рисунок с кружевами. Очень прям. Вот такие вот печеньки у меня вышли. Отправляем их в духовку. Духовка разогрета на 160 градусов где-то на 7-8 минут. Как только сверху они перестают блестеть, это значит, что они готовы. Достаем. Они должны остаться у вас вот такие вот белые. Это они у меня уже готовые. Поэтому, собственно, и рецепт называется снежинки. Потому что это белоснежная и легкая печенька. И точно так же вот воспользовалась прессом для печенья. Только внутрь еще поставила немножечко повидла яблочного. И вот испеченные они у меня вот такие. Очень вкусно, очень нежно. Обязательно попробуйте. Это невероятно просто. Вашей семье понравится. А с вами, как всегда, был Кекс. Ставьте пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok